Ассортимент наблюдательных и прицельных приспособлений растет с каждым годом. На рынке появляются новые оптические прицелы, бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры, дальномеры, монокуляры и зрительные трубы. Но наш сегодняшний ролик мы решили целиком и полностью посвятить каллиматорным прицелам. Приборам, которые предназначены для быстрого и точного поражения цели. В нем мы расскажем о нескольких новинках 2018 года, которые действительно заслуживают внимания широкой аудитории стрелков и охотников. И начнем мы с не совсем новых, но визуально обновленных каллиматорных прицелов от шведской компании Aimpoint. В этом году специалисты компании два раза радовали любителей своих классических моделей. Сначала на шот-шоу 2018 в Лас-Вегасе, представив каллиматорный прицел модели Micro T2 в цвете Flat Dark Earth, а затем на Ива в Нюрнберге, показав яркий Micro H2 в оранжевом цвете. Обе новинки были выпущены очень ограниченным тиражом. Например, выпуск T2 в цвете FDE ограничился отметкой в 1000 единиц. Кстати, вся 1000 была продана в первый же день выставки в Лас-Вегасе. Аналогичная участь постигла лимитированную линейку оранжевых H2, в комплекте с которыми шли оружейные ремни, кепки, рукоятки затвора для болтовых винтовок в том же цвете и другие аксессуары. Надеемся, что успех этих экспериментов сможет вдохновить создателей популярных каллиматоров не только на выпуск старых прицелов в новых цветовых вариантах, но и на производство абсолютно новых каллиматоров. Далее мы расскажем о прицелах P-Tactical Spur от компании Nikon. После долгих лет разработки и выпуска собственных оптических прицелов, биноклей, монокуляров и дальномеров, Nikon Sport Optics наконец-то решила выпустить свой первый каллиматор, который оказался очень даже интересной моделью. Это простой, компактный, легкий, эргономичный, но в то же время очень прочный и надежный прицел, который, несомненно, подкупит пользователей своей универсальностью. Spur можно устанавливать на гладкоствольные ружья и нарезные карабины, пневматические и страйкбольные винтовки, а также на короткоствольное оружие, пистолеты и револьверы. Он защищен от воды, пыли и грязи по стандарту IPX7. К тому же каллиматор очень экономный. На одном элементе питания он может проработать более 15 тысяч часов. Прицельная точка размером 3 MOA имеет 10 уровней яркости, два из которых отлично подходят для использования каллиматора с приборами ночного видения. При этом все эти достоинства уместились в крохотный прибор, который весит чуть больше 30 граммов. Далее на повестке очень спорный, но тем не менее крайне интересный экземпляр – миниатюрный складывающийся пистолетный каллиматор Flip Dot от компании NC Star. Прицел представляет собой небольшое окошко с линзой, которое устанавливается на пистолете и при необходимости может раскладываться в полноценный микрокаллиматор. С одной стороны решение достаточно необычное, а с другой стороны это отличный способ без проблем держать пистолет в самой обыкновенной кобуре, не снимая с него прицельное приспособление с красной точкой. Покупать или не покупать это необычное приспособление должен для себя решить каждый отдельный стрелок, но очевидно, что новинка заслуживает места в нашем ролике. Ранее мы говорили про первый опыт компании Nikon в создании каллиматорных прицелов и показывали их новенький P-Tactical Spur. А сейчас пришло время познакомить вас с еще одним каллиматорным дебютом, в этот раз от компании Leica. Новинку специалисты компании показали совсем недавно. Без сомнения, новость интересная, хотя этот каллиматор и не имеет никаких фантастических особенностей и примечательных характеристик. Новый каллиматорный прицел Leica Tempus ASPH – это классический миниатюрный каллиматор, который соответствует всем стандартам этого премиального немецкого производителя. Корпус прицела выточен из цельного блока алюминия путем фрезеровки. Данное решение обеспечило каллиматор огромным запасом прочности и возможности установки даже на сильно бодающееся оружие. Что касается оптической составляющей, то здесь тоже достаточно стандартно. Пока что производитель анонсировал две модели с прицельными марками 2 и 3,5 MOA. Вне зависимости от выбранной модели, пользователь получит высококачественный прицел с 12-ступенчатой яркостью прицельной марки. Каллиматоры можно использовать как ясным днем, так и при условиях низкой освещенности. Они выдерживают серьезные ударные нагрузки, экстремальные погодные условия и полное погружение в воду. Короче говоря, каллиматор хороший, но ничего сверхъестественного и инновационного. Надеемся, что в будущем компания Leica еще не раз порадует нас своими новинками. И напоследок мы оставили просто шикарный прицел. Интересно наблюдать за расширением ассортимента производителей различной оптики, когда компании, до этого выпускавшие только дневные оптические прицелы, представляют миру новые каллиматоры. Но вдвойне интересно, когда производитель оружия внезапно начинает двигаться в сторону производства собственной оптики. Таким производителем является компания Blazer, которая в течение недавнего времени показала миру свои бинокли и оптические прицелы, а теперь еще и закрытый каллиматор. Blazer RD17 – это действительно нечто новое на рынке каллиматорных прицелов. Уникальный и идеально сбалансированный дизайн, сочетание матового черного и фирменного коричневого с небольшими синими вставками, родное крепление в комплекте и прочные защитные крышки. Все это делает новый RD17, пожалуй, одним из самых красивых прицелов в мире. Но внешний вид – далеко не главное достоинство нового прицела. В первую очередь, этот каллиматор разрабатывался для охотников. Он выдерживает огромные ударные нагрузки и без проблем справится даже с самым мощным охотничьим оружием. Это отличный прибор для работы на малых и средних дистанциях, в любую погоду и в любое время. Именно так, ведь в Blazer RD17 целых 10 уровней яркости прицельной марки, 8 из которых предназначены для дневной охоты и 2 для ночной. Даже с достаточно яркой точкой прицел без проблем отработает 50 тысяч часов на одном заряде батареи. Несомненно, данная модель придется по вкусу тысячам охотников со всего мира, в чем мы с вами убедимся в августе, когда производитель объявит старт продаж новинки. На этом наш ролик подходит к концу. Если вам понравились представленные новинки, обязательно поставьте палец вверх. А если вы хотите увидеть больше подобного контента на канале, обязательно подпишитесь. Нам всегда есть, чем с вами поделиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!